Своё самое первое видео по модам Ведьмак 3 я посвятил 5 самым необходимым модам, которые должен использовать каждый любитель Ведьмака. Этими модами я пользовался тогда и частью из них продолжаю пользоваться до сих пор, отключив некоторые только потому, что не прохожу игру, а в основном записываю видео. Но сегодня мы вновь поднимем вопрос о 5 обязательных модах для всех любителей Ведьмак 3. Правда, в отличие от первого сумбурного выпуска, сегодня моды будут посвящены небольшим правкам, фиксам и дополнениям, которые не делают игру легче или другой, а скорее просто правят на доедливые элементы. Поехали! Привет, ковбои! С вами Войсеребус и просто канал об играх. А начнем мы с того, что и так должно быть в настройках игры. Отключение навязчивого и надоедливого видеоповторения событий игры. Вот этих вот штуковин. Король Дикой Охоты находился на палубе Нагельфара, огромного корабля, способного путешествовать между мирами. И о боже, разработчики вроде не раз обещались добавить возможность отключения текстуребук-видео в настройках, но там так ничего и не появилось. Но тут нам на помощь приходят моды, которые выключают не только этот надоедливый элемент, но и интро при входе в игру. Не критичная, но все же отличная правка. Хотя я и не советую отключать эти штуки в первом прохождении, так как иногда, первую сотню раз, их даже интересно слушать. Но вот вы уже играете. Основная сюжетная линия вам срочно нужна в Новиград. Вы спешите найти и спасти Цири, но ваша лошадь так не считает. И в мгновение ока платва, как будто увидев скоростной радар или гаишника, в кустах из голопа переходит на обычный шаг. Почему так? Ведь тут практически скоростная, мостовая и неписи убить нельзя, им не страшно. Но нет, это ничем не обоснованное ограничение, заставляющее медленно перемещаться в городах, существует. Хотя, благодаря мододелам и их творениям мы можем исправить сие недоразумения и, наконец, во весь опор двигаться в городах. Но давайте представим себе другую ситуацию. Вы в море. Вы криворукий морской волк, чью лодку потрепали сирены. Вы в спешке вырезаетесь в скалу и ваша лодка идет прямо на дно. Но вам везет. И с трудом, добравшись до острова, вы понимаете, что он необитаем. И на нем нет точки быстрого перемещения. Что делать? Поверьте, это не фантастическая история. Каждый, кто хоть раз бороздил океан Скеллиги в поисках всех знаков опросов и контрабандистских нычек, знает, что попасть в такую неприятную ситуацию легче легкого. И тут у вас есть ровно два варианта на выбор. Либо плыть к другому острову в поисках точки ТП или новой лодки, или плыть к краю карты, чтобы тебя выкинуло в меню быстрого перемещения. Но есть еще один путь. Открываем карту, выбираем место и телепортируемся. Обожаю моду, их возможность влиять на мир в положительную сторону. Хотя, признаться честно, я против возможности телепортации из любой точки мира, так как пропадает необходимость путешествовать и находить интересные места. Поэтому используйте это с умом и не прибегайте лишний раз к такому способу. Мы ведь играем в РПГ и должны отыгрывать свои роли. Ой, как хорошо, что Геральт умеет плавать. Но вот от чего я точно не откажусь, так это от следующего мода. Перед нами шикарный вид на крепость Каэр Морхен с ближайшей сторожевой башней. Кстати, интересно, кто, когда и для чего ее построил? Но не об этом сейчас. Этот вид вы могли наблюдать в одном из моих прошлых видео. И знаете, что я вам скажу? Чертовски сложно заставить Геральта правильно встать на эту гребаную балку. Иногда так хотелось просто разбежаться, прыгнуть и... не умереть. Ибо весь материал отснят, прошлый мод еще не был найден, а спускаться так быстрее всего. Наш четвертый мод не дает умереть Геральту от падения с высоты. Этот мод не принесет никаких бонусов, не даст заработать вам лишних денег и не позволит добраться до недоступных мест. Но так иногда бесило, прыгая по крышам домов, случайно сорваться и умереть. А учитывая, что я большой любитель снимать подводки из самых замысловатых местах, мне этот мод просто необходим. Впрочем, возможно, лишь мне. А вот следующий мод придется по душе всем, кто проходит игру. Я бы, наверное, его даже включил в пятерку самых важных, не влияющих на игру модов, которые необходимо обязательно ставить даже во время первого прохождения. Этот мод дорабатывает карту и добавляет на нее метки обо всех текущих местах. На карте появляются специальные восклицательные знаки, введенные в круг, которые показывают, что на этом месте вам доступен следующий этап определенного квеста. Очень удобно, кстати. И опять-таки, у мода есть три варианта. Сейчас вы видите стандарты. Облегченная версия показывает вам то же самое, но только без собственных значков. Ее ставить не советую, так как можно запутаться. И полная версия показывает не только задания, но и, в принципе, все знаки на карте, вплоть до скрытых торговцев. Хотя данная версия менее стабильна, чем стандартная, она себя полностью оправдывает. О, и это уже были пять обязательных геймплейных модов и фиксов для Ведьмак 3. Но продолжая традицию первой подборки, я скажу еще об одном моде, который вы очень давно наблюдаете у меня. Этот мод можно назвать читом, потому что он повышает переносимый геральтом вес до 9000 единиц. Плюс к нему еще даже прибавляются ваши сумки. Мод, безусловно, читерский. Но с ним ведь так удобно. С другой стороны, как только вы увидели, что вас перегрузят, всегда можно сделать тп к торговцу или сундуку, чтобы выгрузиться. А этот мод позволяет чуть-чуть облегчить честный способ фарма, который и так очень труден и долг. Опять-таки, тем, кто фармил скейлиги, меня поймут. Все ссылки в описании. А, и кстати, вы заметили, я не озвучил название ни одного мода. Все потому, что их название соответствует их действию. Без урона при падении, все квестовые точки на карте, голубь в городах, мод на лимит веса, быстрое перемещение отовсюду. Думаю, вы поняли систему. Как понял ее и герой сегодняшнего видео, Максим Васильев. Кстати, уже дважды герой. Это тот, у которого на аве собака. Не эксперт, но кажется, хаски. Безграничный ему респект за это и помощь каналу. Кстати, я тут чуть-чуть поглубже заглянул на его страничку, и оказывается, наш Максим Васильев тот еще дотер. Только прошу, не озвучивайте свое мнение по этому поводу в комментариях. Ссылка на его профиль в описании. А на этом все. Видео задужило лайк, а я подписки на канал. Напоминаю, что у любого из вас есть возможность стать героем видео или заказать свой обзорчик от меня. А еще сегодня, последний день конкурса в нашей группе ВКонтакте. Если кто-то еще помнит о таком. Все ссылки в описании. Увидимся в следующем видео. И на этом всем пока-пока.